Привет, ребят! В этом видео хочу рассказать, как я пересекал границу России с Украиной на автодоме. До этого, спросив там знакомых каких-то, соответственно, он мне сказал, ребят, ребят все искали, говорит, не ездить туда, конечно, там страшно будет, соответственно, там могут машину поломать, стекла разбить, еще какую-то фигню сделать. Ну, с Украины один знакомый написал, что ничего страшного нет, все нормально, приезжай, ничего такого нет. И, в общем, одним словом, я решил все-таки поехать. Приходил границу около Харькова, заняло время где-то у меня еду, около всей ночи, соответственно. Так как я никого тревожить не хотел, у меня одна группа таких близких не было, я вот эту доверенность, которую там их просят в Украине, я ее, конечно, не сделал. Вот, поэтому на таможне мне дали только все трое суток в транзит прокатиться. Вот. Ну, конечно, меня маленько на автодоме к нему вышли, там на весы загнали, еще чего-то, одним словом, там, скажем так, были на месте какие-то. Вот. И где-то, конечно, время это заняло, там, одно-второе, там, осмотры такие были очень долгие, потому что машина, скажем так, достаточно дорогая, и, в общем-то, они тут... Ну, ладно, вот. К этим вещам, в общем-то, я уже попривык даже, я уже там проходил границу Грузии, то есть из Грузии с Азербайджана, то же самое примерно. В общем, в таких странах они как-то так вот к этому реагируют не очень сильно. И, соответственно, место было там не туристическое сейчас, по крайней мере, около Харькова, и, видно, так мне не очень повезло. Ну, сегодня прошел, все нормально, вдруг где-то все дело закончилось. Что я хочу сказать? В общем-то, можно туда вполне ехать, вот. Ничего страшного нету. Ну, единственное, конечно, может быть, там чуть-чуть нервом потреблен немножко. Уже не с российской даже страны, а вот с украинской, наверное. Вот. А так, в общем-то, ничего страшного. И после, соответственно, границы там все это сразу закончилось, я больше никого не видел. Там трое сутки я ехал спокойно. Харьков, Полтаву посетил, Киев и Львов. Вот. Киев мне очень понравился, соответственно. Большой город, очень красивый. Соответственно, дальше Львов, Льв, это вообще, конечно, это уже, по сути дела, Европа. Вот. Только, соответственно, еще Украина называется. А так очень нормально. Вот. Бандерас там пообщался, соответственно. Никаких там более бандерасов нет, все это такая выдуманная байка. Фигня, во-первых, условно. Ну, кто-то на это ведется еще там, кого-то. Русских пугают. Они сами сказали, говорит, вас русских пугают здесь. Нами, говорит, вот. Вы на это ведется. А так все нормально. Отличные мужики все. Поболтал. Все безопасно. Там, конечно, Львов, там вообще одни велодорожки. Я с велосипедом вот еду. Везде на велосипеде там покатался. Ну, просто классно, конечно. И уже там на обратном пути, в общем-то, украинскую пульсу границу проходил уже вообще прям без проблем. Там буквально каких-то там полчаса. Очень быстро все было. Меня даже не досматривали. Там, конечно, уже граница другая. Там уже видно, что со стороны Украины, что со стороны Польши. Ну, уже со стороны Украины уже такие уже европализированные люди, в общем. Уже как Европа такая уже. Уже ничего такого нету. Вот. Как-то так. Поэтому, если захотите, рекомендую, съездите. Ничего страшного нету. Вот. Ну, может быть, со стороны России будет. То есть, со стороны, когда еще Россия поедет в Украину, хоть, может, волнений не будет. Ну, ничего страшного такого прям нету, чтобы там все безопасно. Вот. Вот. Ладно, счастливо. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.